Это все разбитая русская техника. Просто а**. Вооруженные силы Украины уничтожили ангар с большим количеством вражеской бронетехники. Народный депутат Украины и волонтеры Юрий Мысягин опубликовал видео, на котором российские военные осматривают большой ангар с десятками единиц своей уничтоженной бронетехники. Подробности неизвестны, но очевидно, что этот ангар в тылу врага стал целью для западных реактивных систем залпового огня «Хаймарс», «Марс-2» или «М-270». Окупант, который снимал видео, жалуется, что вторая армия в мире превращается в груду металлолома. Это, к слову, уже не первый ангар, где ВСУ удается сжечь достаточно большое количество военной техники в СРФ. Ну а тем временем ВСУ нанесли новый удар из «Хаймарсов» по россиянам в Шахтерске. Российский пропагандист кремлевского канала «Россия-24» снял сюжет из «Шахтерска», это оккупированная часть Донецкой области, где показал уцелевший после удара украинской армии цистерны с топливом. Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе российских военных, однако уничтожили не все запасы топлива. При этом, получив случайно слитую российскими пропагандистами информацию, ВСУ нанесли повторный удар и уничтожили уцелевший цистерны с топливом. Очевидцы сообщают, что с утра в российский железнодорожный состав прилетело еще как минимум три ракеты, после чего начался сильный пожар. Полыхало знатно. До сих пор пахнет бензином, гарем. Полное видео можно посмотреть на нашем канале в Телеграм. Ссылка в описании к этому видео. Это очень смешно. После того, как очередной российский военкор-дегенерат показал место прилета по железнодорожной станции в Шахтерске, Хаймарс и Чуток подкорректировали и деноцифицировали оставшиеся цистерны, которые не сгорели в первый раз, комментирует инцидент украинский журналист Денис Казанский. В свою очередь российский эксперт Анатолий Несмиян, известный как Эль Мюрит, отмечает, что инцидент является показателем и фиксирует полную деградацию российской системы управления, которая не может наладить нормальную систему информации с линии фронта, регулярно сливая в сеть координаты ударов для ВСУ. Украинские артиллеристы добили оставшееся топливо ракетным ударом. Ребята, РосСМИ, все равно совершенно необучаемые. «Эта история показывает только одно. Российская система управления полностью безнадежна. Девятый месяц войны, но она так ничего и не поняла. Рубить палки и отчитываться за показатели проще, чем создать хоть что-то работающее», — отметил он. Напомним, что съемочная группа российских пропагандистов с кремлевского телеканала Russia Today едва не погибла при взрыве цистерны с бензином в Шахтерске. На опубликованном видео российский пропагандист зачитывает текст на английском языке в момент, когда звучит взрыв. Детонация была настолько сильной, что пропагандист бросился бежать. Испугавшись, он матерно выругался, несмотря на запись эфира. Позже он у себя в телеграм-канале сообщил, что во время записи сюжета рядом с ним взорвалась цистерна с бензином. Друзья, что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментарии под этим видео.